Всем привет! Приветствуем вас на нашем канале. Этот выпуск посвящен бронежилету IOTV. Как вы можете заметить, на мне надета вторая версия этого бронежилета. На данный момент IOTV является основным бронежилетом американской армии. Существует 4 поколения бронежилета, и мы рассмотрим особенности всех этих 4 поколений. Первая версия появилась в 2007 году. В жилете был сделан большой акцент на противоосколочную защиту. Он получил сразу 6 модулей с мягкой кевларовой броней. Это защитные накладки на плечи, съемный воротник из двух частей, защита зада и защита паха. Защиту торса обеспечивают два мягких бронепакета сзади и спереди. Защиту от винтовочных пуль обеспечивают жесткие бронеплиты. И сапи или икс сапи. Две большие плиты сзади и спереди, и две малые по бокам. Все эти элементы бронезащиты дальше мы рассмотрим подробнее. Второе поколение бронежилета выходит уже через 2 года. То есть в 2009 году. Внешний чехол стали шить из негорючей кордуры. Изменили воротник, так как старый натирал горло. Добавили кольца на плечах для крепления разгрузочной панели ТАП. Это штурмовая разгрузочная панель с подсумками, созданная специально для этого бронежилета. Карманы для боковых бронеплит сделали съемными. Также в этом поколении жилет выпускался уже в двух расцветках. UCP и Multicam. С защиты низа спины убрали стропы MOLLE. Потому что в принципе они здесь ни к чему. Сюда нечего повесить на них. Тросик экстренного сброса находится прямо под воротником. Рассмотрим жилет изнутри. Что же там поменялось в сравнении с первой версией. С подкладки бронежилета убрали вентиляционную сетку. Как вы видите, она только осталась на задней броненакладке воротника. Немного забегая вперед, скажу, что в третьей версии бронежилета уже отказались от этой сетки полностью. Потому что вентиляционная сетка никаких особых преимуществ по вентиляции не дает. Но значительно влияет на истирание униформы. А униформа из негорючих тканей и так склонна к повышенному истиранию. Срок носки униформы и ее протирания напрямую зависит от использования всяких сеток и кап внутри бронежилетов. В американских бронежилетах IOTV со временем от всего этого было решено отказаться. Как вы видите, во второй версии есть вот такой вот эластичный пояс резинка дополнительный. В третьей версии использование этого пояса сочли нецелесообразным и также от него отказались. Дополнительная кевларовая бронезащита выполнена в виде вот таких модулей съемных, которые довольно легко расстегиваются. Сами бронепакеты без труда можно вынуть из чехлов. Это нужно, если чехлам требуется чистка. Бронепакеты выполнены из многослойной баллистической ткани аромидной. Держат осколки, пистолетные пули класс 3А по стандарту NIJ. Согласно официальному руководству, стирать внешний чехол бронежилета нельзя. Можно только удалять загрязнение влажной щеткой или губкой. Хранить бронежилет следует в горизонтальном положении, предварительно вынув из него жесткие бронеплиты. Откроем чехол спиной секции бронежилета. Тут к телу у нас находится мягкий бронепакет, который легко вынимается при необходимости. Как вы видите, бронеплита ISAPI находится в специальном кармане. Сейчас расскажу, как устроена система экстренного сброса у жилета второго поколения. Как вы видите, тут есть петля, к которой прикреплен металлический тросик. Из передней секции этот тросик через плечи переходит в заднюю секцию. Если потянуть за петлю, трос выдернется и бронежилет развалится на две части. То есть он держится на этом тросе. Большим минусом первого и второго поколения жилетов является, что эту систему собрать обратно довольно сложно. Поэтому, как работает система экстренного сброса, покажу на жилете третьего поколения. Также в задней части бронежилета расположена система строп. Вот эти стропы позволяют отрегулировать пояс бронежилета, настроить его длину. При необходимости сделать быстро это тоже не получится. После замечаний от военнослужащих, в 2012 году выходит третье поколение бронежилетов IOTV. Жилет получает новую систему экстренного сброса, позволяющую собрать жилет в исходное состояние очень быстро. Бронежилет выпускается в размерах от XS до 4XL. Вес жилета в размере LARCH составляет 15,6 кг. В размере medium 14,3 кг. Если снять все дополнительные противоосколочные накладки, то вес сразу уменьшится на 2,5 кг примерно. Также вес уменьшится на 2,5 кг, если снять боковые бронеплиты. Стоит отметить, что в этом поколении появилась специальная женская версия бронежилета с приставкой F. F-IOTV. Эта версия жилета разработана специально с учетом строения женского тела. В это же время для тех военнослужащих, кому было тяжело носить бронежилет IOTV, был специально принят на снабжение облегченный плитник с минимальной противоосколочной защитой. SPCS. В третьем поколении была реализована новая схема распределения веса бронежилета. Убрана нагрузка с плеч на мышцы живота и спины. Задняя бронеплита теперь вставляется в специальный внешний карман, расположенный под эвакуационной лямкой. Расстегнув боковую пряжку, жилет можно надеть сбоку, а не через голову. Как же наглядно устроена система экстренного сброса в этом поколении? Вот здесь у нас расположен специальный клапан под этой липучкой. Тянем за него. Жилет раскрывается и разваливается на две части. Рассмотрим жилет третьего поколения с внутренней стороны. Что же там поменялось? Как я уже говорил, с воротника полностью убрали вентиляционную сетку. Защита паха стала короче и получила специальные клипсы, благодаря которым ее можно одеть на ремень брюк и носить отдельно от бронежилета. Это было сделано из-за жалов военнослужащих, которым не нравилось, что защита паха постоянно болтается и бьет по телу. Мягкие бронепакеты в этом поколении каких-то существенных изменений по сравнению с предыдущими не претерпели. Они остались такой же толщины, такой же у них класс защиты 3А, пистолетные пули и осколки. Вот так выглядит защита плеча в развернутом виде. Как же тут устроена обновленная система экстренного сброса? Вот тут есть такие пряжки специальные, фастексы. В них встроен тросик. Тянем за стропу экстренного сброса и пряжки, как видите, сами сжимаются и жилет таким образом раскрывается. Собрать его в исходное состояние очень быстро и удобно. Но большим минусом является то, что если вы сломаете эту пряжку, то на замену найти ее фактически нереально. Внутри основных частей бронежилета такие же бронепакеты мягкие установлены, как и в предыдущих версиях. Бронепакеты несут в себе функцию защиты от осколков, пистолетных пуль, а также за преградных травм. Расскажу побольше о бронеплитах ИСАПИ. Материал плит пороуглеродистая керамика. Также они в себе сразу содержат интегрированный мягкий бронепакет. Все это запаяно в нейлоновую оболочку. Керамика материал довольно хрупкий. Он боится падений. Так что для этих плит необходима инспекция периодически. Нужно осмотреть, чтобы они не были отколоты по бокам, не сгинались, не ломались, проверить нажатие. Если есть какой-то хруст при сжатии плиты, значит эта плита непригодна для использования в боевых бронежилетах. И годится только для тренировок. На нее клеят специальный стикер-наклейка. Плиты ИСАПИ постоянно модернизируются. На них выходят новые ревизии. На данный момент примерно 10 ревизий сейчас доступно этих плит. Формально уровень защиты бронеплит соответствует четвертому классу стандарта NAJ. Ну, фактически это уровень выше. Потому что они держат большее число попаданий, чем указано в этом стандарте. Как вы помните, во втором поколении задняя бронеплита крепилась с внутренней части бронежилета. В третьем поколении она крепится с внешней. На поясе в специальных подсумках-карманах размещены боковые бронеплиты. Защищают с одной стороны печень, с другой селезенку. Четвертый уровень защиты NAJ полагает то, что бронежилет должен держать бронебойные винтовочные пули калибра 7,62. Третье поколение также получило специальные удобные клипсы, которыми можно быстро отрегулировать пояс в задней части. Жилет в третьем поколении был вполне удачен и продержался до 2018 года, пока не вышло новое четвертое поколение. Почему это произошло? Несмотря на старания конструкторов по увеличению площади противоосколочной защиты, большинство военнослужащих не носили эти накладки. Если снять защиту воротника, плеч, паха и зада, то жилет облегчится примерно на 2,5 кг. А если снять еще карманы с боковыми пластинами, то жилет еще уменьшится у него вес на 2,5 кг. Даже артиллеристы и взрывотехники стали пренебрегать ношением накладок, хотя они в первую очередь могут пострадать от осколков. Я сам носил жилет IOTV и даже во втором поколении он удобен в носке. Громоздкие наплечники действительно доставляют дискомфорт, но зачем снимать боковые бронеплиты мне непонятно. К весу жилета вполне привыкаешь. Если у вас нежирные бока, то эти пластины не натирают. В жилете четвертого поколения разработчики пошли на уступки тем людям, кто жаловался на громоздкость жилета и уменьшили площадь противоосколочной защиты. Тяжелый общевосковой жилет превратился в плитник. Хотя в армии уже есть плитник. SPCS, разработанный специально для тех, кто хотел полегче. Четвертое поколение по сути представляет собой упрощенное третье поколение. Отличие в том, что у переднего и заднего кевларового пакета обрезали бока. Чтобы бока все-таки как-то были закрыты противоосколочной защитой, бронепакеты встроили в пояс и в карманы для боковых бронеплит. Также убрали полностью накладку для защиты паха. Это все позволило облегчить бронежилет примерно на 900 грамм. И так как броненакладки все равно большинство солдат не носят, то бронежилет сразу стал поставляться в двух вариантах. С накладками и без них. Надеюсь, это видео было вам интересно и мы ничего не упустили. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. До новых встреч.